Всем привет, ребята, с вами Флэш. Это обзор июньского девлога. Итак, поехали. В игру добавили сейсмический сенсор. Я уже снял о нем подробный обзор. Справа сверху появится подсказочка. А если коротко, то это новый электрический прибор, который реагирует на взрывы на дистанции от 1 до 30 метров. Ну а уже дальше с этим сигналом вы можете делать все, что угодно. Ловушки, защиту. Возможности огромные. Вот неполный список, какой ток будет выдаваться при различных взрывах. Баррикады теперь можно ставить на всех РТшках. Размещать их можно только на земле. На бетонных покрытиях, на зданиях нельзя. Время гниения уменьшили до 15 минут. Требуется 8-10 ударов. Оружие ближнего боя, чтобы их разрушить. Теперь вы можете видеть, как строит ваш тиммейт. Каждый строительный блок, каждый предмет. Это очень удобно, когда вы чему-то обучаетесь, либо наоборот кого-то учите, чтобы подсказывать в реальном времени. По умолчанию строительство видно только если у вас билдинг-план в руках. Но вы можете вообще полностью отключить его, либо наоборот сделать вообще видимым всегда, даже без плана в руках. Теперь визуально видно границу билдинг-блока у каждой РТшки. Я уже снял подробный обзор, справа сверху появится подсказочка. Ну а если коротко, когда вы держите билдинг-план в руках, вы будете видеть границу каждой РТшки. Это очень удобно, когда вы планируете свой дом, чтобы потом случайно не упереться в эту зону и не начать переделывать. Эту опцию также можно полностью отключить в настройках игры. Также у некоторых РТшках были изменены билдинг-зоны. У некоторых сильно увеличены, у некоторых незначительно, а у некоторых наоборот уменьшены. И несколько скриншотов, визуально показывающих зону блокировки строительства. Вот, например, мини-маркет, маяк и арктическая база. Улучшение качества жизни. Повторный ввод кода по специальной кнопке будет происходить намного быстрее. Теперь в компостере можно использовать кости. Выход из четырех костей одно удобрение. Уменьшение времени крафта у стекла, ставень и решеток с 30 секунд до 15. Теперь в верстаке у предметов будет видно название скина. Коптеры больше не будут скатываться, потому что у них автоматически будет включаться ручной тормоз. Уменьшен штраф скорости у всей конной брони. У самодельного молота увеличили урон по бочкам и всем устанавливаемым предметам. У стола для смешивания в крафт добавлены скоростные зажигательные патроны. Значительное улучшение интерфейса у конвейера. В шкаф больше нельзя класть серу, порох, эксплоузив, дизель, камеру и ноутбук. У киянки теперь видны все варианты действий, даже если их нельзя осуществить, чтобы избежать низкликов. Громкость F15 уменьшена на 50%. Исправлено, что некоторые префабы на монументах были невидимыми сдалека. При зажатой кнопке Shift можно теперь высадить все саженцы в коробке. В магазинах теперь видно все навесное оборудование на оружие. Настроен хит-радиус у бензопилы, чтобы лучше попадать в точку при рубке деревьев. Теперь, если у вас кикнуло сервера по какой-либо причине, проблемы с интернетом, краш игры, либо просто Alt F4, то за вами в течение 5 минут сохраняется место, и вы сможете зайти на этот сервер без очереди. Теперь второй и третий верстак содержат в себе предыдущие. Это очень удобно, когда вам нужно доизучиться, не надо будет ставить предыдущие верстаки. Причем налоги полностью сохраняются, то есть на первом верстаке будет полностью отсутствовать налог, на втором верстаке 10%. Теперь можно регулировать провисание проводов. Достаточно зажать кнопку Shift и колеса мышки сделать как вам нужно. Это касается и гирлянд, и шлангов. Улучшение рисования. Теперь интерфейс рисования полностью соответствует вашему масштабу пользовательского интерфейса. Добавлена команда, которая перемещает инструмент рисования налево, либо направо, как вам удобнее. Максимальный размер кисти увеличен с 32 до 100 и еще ряд полезных фиксов, которые давно напрашивались. Улучшение качества жизни в электричестве. Размер средней батареи уменьшен на 15%, теперь она становится под полустенку. Тесла ловушка и поджигатели теперь сами автоматически чинятся, если находятся в зоне вашей билды. Каждые 10 минут плюс 8 хп. У электрической печи убрали два разъема, это включение и выключение, теперь она делает это автоматически. У ПВО добавили дополнительный разъем, который меняет режим ее работы. Солнечные панели больше не теряют прочности, когда вы их поднимаете. И машины больше не мешают соединению электрики. Большие изменения в рыбалке, я уже снял об этом подробное видео, кто хочет посмотреть, справа сверху появится подсказочка. Если коротко, то теперь вы можете потерять либо все, либо поймать более лучшую рыбу. И у наживки ввели новый параметр, теперь можно ее стакать, чтобы достигнуть лучшей эффективности. Проведена серьезная работа по уменьшению потребления памяти. Если очень коротко, чтобы не углубляться во все эти технические подробности, то теперь есть вот такая вот команда. На данный момент она отключена по умолчанию, то есть вы можете ее включить самостоятельно. После этого вам потребуется перезапустить игру. И тогда на стандартной карте размером 4500 количество объектов у вас уменьшится на 400 тысяч, потому что они там как-то хитро объединяются. А количество потребляемой памяти почти на 500 мегабайт. Но используйте ее на свой страх и риск и сообщайте разработчикам, если что-то у вас случится. Лошади теперь могут ходить назад. Я думаю, многие ждали этой функции, потому что когда ты застреваешь, у тебя просто нет выхода, а теперь ты можешь дать назад и как-то выбраться. Создатели контента не остались в стороне. Их функционал расширяется и улучшается. Очередная партия Twitch Drops с 10 по 17 июня. Теперь вы можете видеть максимальное количество турелей и сколько у вас активных. Есть два способа. Можно навестись на любую вашу турель, держа провод в руках. Либо та же самая информация будет показана на турели в быстром слоте. Но это работает только на турели, в которых вы авторизованы. Чтобы нельзя было смотреть, сколько турелей находится в домах других игроков. На этом, в принципе, все, ребятки. Дивлог действительно содержит много мелких изменений. То есть каких-то глобальных особо нет, но мелких очень много. Так или иначе, я обо всем рассказывал во всех своих предыдущих видео. Реально, смотрите, сколько фиксов. Просто опять бесконечный список. Всем огромное спасибо, кто поддерживает меня на Boosty. Не ожидал, что некоторые люди сразу на год вперед подписались. Поэтому, если вы хотите получать ранний доступ к девлогам и к секретному эксклюзивному контенту, ну или просто хотите меня поддержать, то все ссылки есть в описании под видео. Также напоминаю, что у меня есть свой мирный сервер, где вас никто не убьет ни за Reddit без вашего согласия. Там свое уникальное комьюнити. Когда вы туда попадете, вы посмотрите на раз совершенно с другой стороны. Все ссылки есть в описании, как всегда, под любым моим видео. Все, ребятки, с вами был Флэш. Как всегда, увидимся с вами в следующем видео.